на канал за гет поступил такой вопрос как научить ребенка молитве господь сказал что пустите детей приходить ко мне таковы кисть царство небесное почему потому что не таковых неразумных таковых простых таковых чистых чистым сердцем таковых естественных воспринимающих все доброе и живущих любовью доверен к родителям и таковых которые также любит бога как своего отца доверяет его всем таких он принимает и таких у никогда не отвергают вот в этом плане ребенок является для нас образом простоты чистоты образом какого доверия все целого богу это для нас что мы для него должны мы для него должны быть примером благоговения перед богом очень важно учить ребенка благоговению вот если она у нас есть то дети они все это считывают все это воспринимают этим заражаются по-хорошему вот из рассказов благочестивых людей не вспоминаю как многие пережили большое потрясение когда впервые увидели как их родители или там бабушки или дедушки молятся случайно увидели искренне молиться их это было потрясение и они на всю жизнь запомнили как там скажем бабушка стояла на коленях и просила что-то у бога и это не могло не не возбудить душу ребенка таким высоким мыслям и чувствам и и так рождается благоговение именно с примера хорошо детей просить помолиться ты тоже бы бывает полезно когда болеет тот и членов семьи рассказывал претри михил турханов покойный батюшка старец празднования рассказывал когда тот еще был совсем мальчиком то папа его тоже священник тяжело заболел у него был ампендицит который осложнился перитонитом и папа был уже почти при смерти не была высокая температура начинался сепсис мишенька ты помолись о мне ты тебя господь услышал тебя сердце чистое помолись о мне это как я тебе помолюсь но я не знаю даже как и как что богу просить я же я же еще маленький нет нет ты к тыди тебя господь точно услышит и вот он почувствовал ответственности своего отца и пошел и как по-детски как-то по-простому со слезами помолился и совершилось чудо папа его выздоровел и остался остался жив и здоров поэтому иногда полезно просить детей о ком-то помолиться и доверять им в этом и хорошо когда мы научим детей правильно относиться храму этот храм это не место игр это не место развлечений храм это особое место где живет бог место святое поэтому хорошо когда ребенок относится к храму к службе как некому событию подготовить ребенка к этому событию мы идем мы соответственно одеваемся мы к этому соответственно готовимся мы молимся чтобы иметь соответственно дух и прийти в храм таким правильным расположением и дети видя что мы имеем это благовение к церкви церковной службе то они обязательно тоже начинают принимать от нас вот эту науку благоговения конечно маленьким детям бывает трудно находиться храме долго поэтому надо понимать что ребенок может быть крайне ограниченное количество времени и если ребенок совсем маленький и может шуметь то хорошо приносите к причастию если родители хотят помолиться то может делать это по очереди кто-то с ребенком кто-то в храме кто-то молится но это уже такие особенности делал техники самое главное это научить детей страху божьему в этом премудрость начало премудрости страх господин внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео